всеми добрый день всем всеми любимые эфир с машины другой возможности и не предоставляется не предоставляется конечно смотрим терпим меня из машины что я хочу сказать что после отдыха за волгой обычно нужен еще пипец какой отдых я думаю что я вчера была такая так сказать никакая после за волги мы же 2 2 ночи ночевали за волгой и мне кажется что понедельник и вторник у меня были просто никакие не так сильно видно пятна на руке теперь короче короче я просто выдохлась мне вроде бы даже не хотелось ехать за волгу очень долго очень долго не хотелось ехать за волгу но уже как-то сегодня я выехала такая думаю какой солнышко хорошее подождите я навожу сейчас погодите закрою у меня 14 айфон и эта маска вот она только что слетала у меня сейчас вообще какие-то проблемы с кожей у меня всю высыпало но скорее всего возможно это из-за того что у меня скоро месячные и возможно это с этим связано вот какие дела так что кси зачем так отдых после которой нужен отдых но знаете это очень часто такое потому что в палатках я ночую в лодке все остальные значит в палатках но я палатки очень люблю я бы сама осталась ночевой в палатке но нам надо купить матрас чтобы ну типа мягко там спать было если не мягко и поэтому спать там вот ну вроде все прочитала что-то какая-то у меня так упала жесткая активность то ли июль все реально отдыхают то ли я совсем обленилась и не выхожу вообще никуда витамин а я для кожи хорошо хорошо покажи без маски нет я говорю у меня проблемы с кожей укрытия покажите без маски какого нет резко я загорела прям шкалатка да это я вот загорела прям у меня прям по подмышкам видно что подмышки белые очень прям загорели еще я купила матрас вы же видели все я выкладывал stories матрас розовый и знаете это такое счастье было мы с друзьями пришвартовались друг другу и были в тепленьком затоне где вот у нас 30 градусов вода и вот я надула этот матрас надула этого единорога сыном и знаете сначала так как давно я не пребывала на матрасиках сначала было страшновато но потом страх пропал и я на этом матрасе так и сяк и так и сяк ну короче когда я все-таки улеглась на него уже и на спину и на живот и так и сяк и в общем когда я легла на спину и просто поплыла вот так вот вокруг наших лодок все на лодке а я вот вокруг них плаваю и мне такие друг мужа говорит крестину тебя такое лицо счастливое как будто поршу же купили игру что мне нахер не нужен мне просто нужен матрас и теплая вода и все солнце больше на походе реально знаете у меня вот я вам как-то рассказывала что у меня бывают такие знаете прям классные покупки которые приносят себе прям вот счастье радость прям кайф у меня такие вот у я щас приеме такие две покупки первое это была цитрусовая соковыжималка даже я очень люблю апельсиновый фреш просто обожаю и вот она на нее нажимаешь и он сам крутится и то есть фреш мой любимый делается просто за полторы минуты это соковыжималка очень быстро моется я прям кайфотню почему никто не пишет вижу какой-то хуйню совсем не слушаю никто вообще ничего не пишет ничего не спрашивает ну и в общем и вот вторая покупка это вот этот матрас и я просто безмерно счастлива этому матрасу со стаканчиком я его называю потому что такие такие вот дырочки пишем пишем а почему не хочет и походу неинтересно обещаешься слушайте видите у меня даже маска не скрывает мои прыщи сейчас на лице надо подальше отодвинуться чтобы не было их видно и повернуться потому что наверное беда мне прямо лицо вообще не нравится сейчас как будто подросток 14-летний у которого явные проблемы с лицом причем это стало после волги потому что там нету должного блин ухода за лицом умыться то есть нормально не получается много солнца я не всегда успеваю намазать этим не то что успеваю вспоминаю не всегда вспоминаю намазать этим спф-ом а кожа у меня склонная к жирности короче это беда просто вот и нормально но это так кажется когда далеко не так как волосы на процедуру не ходила а кстати да по волосам у меня много кто спрашивал мошка есть на волге мы едем 25 июля то что ну я не не нету не замечала в этот раз мошка это вот эти маленькие мошки которые кусаются нет я что-то не замечал пред крис а вот кстати я забыла прочитать да я видела это сообщение привет красота как сергей старший относится к шане прибил очень любит шане вообще просто привет старший очень любит шане то есть вот к слову например если бы сходил кот на даже на свою там пеленку горшок уника в жизни не уберет никогда за шане он убирает но если утром встанет он берет за ней то есть он ее прям любит прям вот любит мне кажется даже что если она что-нибудь сгрызет он все равно не будет ругать хотя вчера говорил что он ее утопит но это он просто все мы гораздо пиздеть рассматривала кого-то кроме хайдару нет а чё я гоню рассматривала я девчонкам еще говорю кто такой шане никто такое кто такая это наш чих максим нестеренко я рассматривала этого врача тоже как хирурга тебе но почему-то я тогда пошла к тимуру не знаю может быть как-то душа у меня легла не знаю вот и в общем на те кто не очень не хочет к тимур идти там свои какие-то у них машины ты в чем в общем если кто-то не хочет что я рекомендую еще максима нестеренко если к тимуру друг тимур они горят нет кстати тимура открылась клиника на всем на нерадость кто наговаривал на тимура что так ему и надо не просто так его клинику закрыли человека открыли если бы он был реально какой-то там злостный нарушитель у него там был бы какой-то бардак в клинике его бы не открыли его открыли человек заново работает снова зато у него такой отпуск был я думаю что все что не делать все к лучшему зато он хорошо отдохнул потому что он себе конечно таких отдыхов никогда не позволял вот а сейчас так вот в общем что что с волосами все у меня мысли как блохи по одно то другое то третье ну как спрашивают так и переключаюсь волосы я не сделала я испугалась я не стала делать хоть девушка мастер говорит что горячие уходы это эффективнее я останусь при своем мнении я не буду делать горячий уход я не хочу я против потому что потом все равно станет похуже я не тот человек который любит засесть на какую-то процедуру за исключением там ресницы ногтей то есть это такой такой-то базовый уход то есть это это даже не про здоровье это чисто про про красоту да вот с волосами я так не хочу я не хочу чтобы они были просто красивыми а в каком они состоянии там типа неважно нет и так не могу не хочу поэтому я нет я не делала тоже решила что мы сейчас поедем на волгу думаю будет у меня моментальный загар там блин все это лишь надо поставить как телефон там уж не нужно так вот не очень красиво извини но он тупой как валенок это не суки умер человек это не шутка блять вот я сейчас ругаться буду смысле во первых почему он тупой во вторых умер человек это не шутка он к этому человеку рукой не коснулся не прикоснулся операцию проводил не он то есть как бы это типа заодно что ну умер человек в клинике у него это вы же не знаете что было с человеком может быть он да неизвестно понимаете операции такой момент это нужно во первых супер проверить свое здоровье все прям не умалчивать не утаивать ничего какие-то хронические болячки еще что-то это все очень важно тупой чувак у него умер в клинике человек это не шутки он он ничего не делал этому конкретно человеку почему вы так на него набрасывать и не понимаю если арбитражный суд все-таки вынес заключение что человек все-таки может его клиника функционировать как вы думаете блин вот как вы думаете если уже все дошло да там все там уже как бы серьезно это да это плохо это ужасно что произошло я ни в коем случае не говорю что так должно быть это это ужасно это плохо но если это уже произошло к сожалению что-то повлекло такой исход в этом разберется следствие да там все вот это вот эти процедурки там правильно проводится суд открыл клинику эту ну что вы против суда попрете или вы думаете что у тимур такие связи такие деньги что он занес в суд да ну нет конечно это это уже такой такой масштабное дело как бы такой уже резонанс этому придали что ну тут все же по справедливости ну как вот как по-честному так как должно быть если клинику открыли значит там все нормально другого врача не рассматривают грудь я все-таки наверное хочу переделать мне не хватает верхнего объема но я пока тимур не пишу потому что я такого поздравил с открытым с открытием клиники а вот и еще пока его не трогаю качок придет себя порадуется а потом я скажу опять на здравствуйте тимур что-то маловато отдыхать собираетесь нет у нас пока ничего у нас не поданы документы на визу не на одну не на вторую хотя нам нужно и австралийская нам нужен шенген ничего никуда не подано у меня 30-летие мы ничего никуда не покупали некие туры хотя все это надо но как-то марина пластика стоила недорого 200 тысяч любой клинике умирает люди на разных операциях это жизнь всякая бывает даже от стоматолога умирает если если не подходит заморозка вот пожалуйста да то есть ну как бы это плохо это ужасно про я прям повторюсь но так произошло это не значит что ему туда какую-то заразу занесли или еще что-то поверьте вы даже не представляете какое количество людей количество операций проводится у тимура просто не представляете это очень огромный это блять огромный поток людей просто не потому что он студирует у него команду него сейчас хирурги в их клинике проходит огромное количество людей и за тимура практику как его конкретно до оперирующего хирурга как его клинике которая есть существует до ведет свою деятельность единственный случай произошел и сейчас они вовсе набросились блять вот тут вот такой ну тут так вот ужасно представляете человек столько оперируют у него ничего такого не было ничего ну значит все хорошо наверное правда поэтому прям и я очень злюсь когда на него набрасываются но буду защищать тимур ты говорила тебя заблокировал разблокировал нет ему на личный номер целом инстаграм он сам смотрел в заблокированных он тебя говорит нету поэтому не знаем какой-то глюк инстаграма и все у меня есть вы личный номер телефона для связи мало ли что то я могу написать в крайних случаях конечно же то есть вот например я могу поздравить с днем рождения там поздравлял с рождением дочки я поздравила вот с открытием клиники звонила поддерживала когда закрылась когда все это случилось то есть я как бы ну вот так вот без маски не хочу чуть-чуть поменьше просто сергей печать косметолог сергей ничего не посещает кроме тенниса ничего чек не посещает винотеку что посещает периодически и все никак за собой не следит вообще вообще человек ничего не делать посадить даже кремом не мажется никаким я вообще не понимаю это что-то чудо какой-то маечка топика это там лайм мы поняли ты его будешь защищать в любом случае просто мы на тебя смотрим любим рекомендуем не идти к нему больше на выбор за тобой конечно за мной я только ему доверю кристина не хотели бы вернуть блонд как сути нет конечно ни в коем случае конечно никогда не говори никогда но извиняюсь что чмоку этой конфеты блин зря на рабочую этого взяла а тебе трижды он делал грудь или его команд он делал он первый раз была маленькая ну потому что нельзя было стать больше второй раз мы поставили больше до второй раз мы поставили больше но образовался угол потом в третью операцию моего корректировали я конечно расстроилась у меня поставили меньше план здесь как бы есть вопросики зачем не маленький поставили но в его профессия профессионализме я не сомневаюсь вообще ни в коем случае ни в коем мере и так далее только понимаете только из-за этого хирурга из-за его команды из-за его анестезиолога и и он наркоза который не в клинике все вот только из-за вот этого я не боюсь операции вообще вообще не боюсь ну вот как бы я но сделала в другом месте и это я не боялась потому что представляете одну вот так вот у меня вот так вот легла душа у меня вот такое доверие у меня вот хирург что я ну не боюсь ну нет я боюсь как раз его анестезиолога и посадили анестезиолога его посадили в уверенного че пишите то во первых не посадили насколько я знаю брали под стражу хирургов по моему хирурга и еще кого-то не знаю может быть это был молодой анестезиолог то есть но моя хирург анестезиолог петрович это взрослому чем мужчина а вообще обожаю его просто позитивный общительный располагающий то есть вот так вот такой каким должен быть врач к тому же анастезиолог ты вообще не боишься вообще ничего просто не боишься бежда хорошо пошли сидел сижу хотите со мной вот настюш привет что кондиционер придут холодно столько вопросов к нему но все равно профессионал свое дело гениально даже не столько вопросов один вопрос как бы зачем он не маленький поставил туда но он перестраховался он боялся что это из-за большого объема импланта я все прекрасно знаю я все знаю почему он так сделал но просто мне не нравится что маленькая понимаете когда допустим нельзя кому объяснить если ты поездил на мерседесе да и потом тебе дают мазду как мазда тоже хорошая машина тоже красиво она тоже ездит все но уже не то то есть то же самое с объемом груди если у тебя уже было побольше тебе стоит меньше такой смысле зачем меня и там все устраивало но это ладно все забудьте все про мою грудь это не так важно эфир сохраню по эти за богу конечно 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 но не зря гуар против него и многие другие звезды гуар против него она где-то об этом укладывался но это же дорогая не бесплатная хорошие деньги хорошую ну про что кристина как суть этот рассыл ну как мы просто состригал у меня было каре я потихонечку состригала все чудо никакого нету здесь вот как говорят волшебные пилюли с похудением нет то есть это труд работа спорт питания и так далее то же самое с волосами вы ничего не придумаете здесь нет какой-то волшебной таблетки чтобы ты выпил и хоп они так быстренько отросли твой цвет нет все банально просто или вы ходите со своей длиной по чуть-чуть состригается так как у меня были очень испорченные волосы после осветления после кератина опять же я просто постригла короткая каре и состригала по чуть-чуть по чуть-чуть эту длину вот и все там состригла и все стал отращивать дай бог посадит каждого кто виноват если виновные есть конечно посадит то вас будет на ужин у нас со чуть-чуть котлетки которые я пересолила такая кухарка молодец брала и отращивала они росли она не стригла стригла только окрашенные да врач по баре а3 его помощника начинающий врач носиком довольно в целом да еще нужно конечно заниматься кожей в плане что у меня вот эти вот штуки на носу которые раньше думал что это прыщ пыталась отодавить но доказывается не прыща тут какая-то купиломка которую нужно выжигать в целом да довольно или закрасил суть я когда выходила из черного я сразу то есть у меня же не было такого что я с блонда стала отращивать свой то конечно я бы все равно подкрасил покрасил под свой и отращивала бы я когда выходила из черного на что там где там делают шоколадный то есть какого-то чуда вот мой такой цвет конечно его покрасить мне кажется просто невозможник и краска все равно не возьмет утажа и настолько он разный везде у меня был такой шоколадный цвет какой-то я просил конечно максимально к своему но там даже речи не было просто какой-то шоколадный который получился который сам получился с пятнами после того че хера в тучи окрашивание еще все было плохо ну короче вот был шоколадный какой вот был еще что я сделала чтобы мне как-то было полегче я осветлила передние прядки чтобы было симпатичнее и вот с ними отращивал но потом в итоге все это смылось я просто отращивание даже где-то в ленте есть фотографии где я вот так сижу в машине стыг на фирме а вот кореева прям видно вот этот крашеный надо ходила как куда деваться договор против и не скрывает поддерживать ими у гавриловых увидел все что он сделал скур это был ужас я помню бар подписано ничего такого не видела не буду ничего говорить я не люблю и здесь когда я не уверена поэтому может быть что-то не просто видел вот так сделал нет склон тоже плохо о нем говорит а такое девушки что-то слышала но пыталась сама лично найти вот эти вот эфир или где-то что она про него говорит я не смогла найти на это нужно было прям носом лопат лопатить там искать копать но я не захотел а какая жесткая маска просто мы делали смывку я делала обесцвечивание то есть меня обесцвечивали два раза или три даже не не помню сколь шампунь час для волос у меня такой беленький д корс что-то такое даже если вы будет плохо говорить про хайдарова крис его оправдает меня бы кто-то так слепо лишь во первых я не слепо люблю во вторых не то чтобы я люблю просто что мне нос твердь извините у меня просто все заживает потихоньку чешется вот пипка вот тут может отек сходит а я не слепо люблю просто этот врач который но не сделал мне ничего плохого почему я должна на него набрасываться человек он у нас давай он остается человечным обычным простым человеком несмотря на ту высоту на которую он взлетел да как бы своим трудом не просто так а вот своим трудом и вот я сколько случаев знаю когда люди оперируются им что-то не нравится им говорят но это не мы не просто руками развод как я операцию сделал сделал у тебя все хорошо все хорошо все люсь не нравится иди плати еще раз будем делать мы с тимуром переделывали я платил но я платил уже не полную стоимость за операцию и человек мне не бросал он меня не футболил он не говорил мне что я какая-то шизанутая что мне что-то там не нравится он просто выслушивал и пытался сделать как я хочу я считаю что вот это классный врач потому что например вот с носом мне вроде как все нравится надо дождаться чтоб все зажило да но я например вот в своем враче не уверен что он так сделает как тимур например что ты скажешь учет из чего-то там мне надо сделать я не уверена что он будет все переделывать там так как мне надо мне вообще тогда человек напрямую сказать я сейчас откажусь я не говорю что он плохой но мне кажется что вот владимир николаевич например он не сделает так то есть он не делает так он хороший врач он тоже профессионал он классно мне все сделал если вдруг мне что-то не понравится скажет я тебе сделал все как вот я вижу все больше не получится и все этим у меня не бросал тимур со мной работал делал все учу чё мне вот надо я приду я даже к нему вот последний раз приходил грудь и мур агур мне мало смотрит на меня так и говорит крестин чушали будем ставить опять круги то ягур я хочу горит 550 и грунт нет конечно не 550 мяч и мне это очень важно именно отношение человека хорошее отношение человека это вообще просто залог успеха дом 2 не смотрю добрый день очень хочу не могу смотреть эфир сходим пожалуйста хорошо деркоз отвешит да наверное как он да слушайте ну шампунь и шампунь чешется нос надо у меня вот мне же 10 шов и мне вот периодически что-то вот бывает чешется прям может подумаешь в носу користь ну нет он просто чешется мне хочется его почесать если чешу его заживает наверное а все я все это что отдыхать собираетесь говорю же нет очень хочется но заживает заживает это печешься извините мне пофигу и не смогу терпеть так наоборот грамотный врач не сделает то что 3 что требует клиент клиент не может оценить риски и так далее тупо хочу делаю только те кто с деньгами гонит тимур ничего больше не заработал мне вот вам руку на сердце положим тимур на мне ничего не заработал если только нервный срыв и он же он же например не делает дайте прожую и скажу доля правды ваши слова конечно же есть что профессионал никогда не будет делать тупо что хочет человек ну клиент не клиента пациент но я же не пришла им сказал тимур ну-ка давай-ка поставим мне 700 миллилитров прям под подбородок но мы сказал мне ты чё вообще не ебану-ка иди давай я же все с головой делаю девочки я даже нос прооперировал настолько с головой что вы даже не представляете кто-то там не говорил что у меня там что-то но кончик там не тот и отчет не так то не так девчонки это так классно когда вам скорректировали нос при этом его не ломая это же вообще просто чудо чудное и плюс-минус у меня носик профиль сейчас давайте попробуем не это просто какой-то такой высоты страны видно я не знаю смазка это наверное не очень как-то актуально покажите диана я после вашего коммента я даже чекнула квиз есть инстамастера кто губом дел да конечно мать и значит маленькие ноздри вот тебе что ноздри маленькие не получите то что ты хочешь а то что врач ой а то что врач тебя правильно отговорила такие как тимур вами но нет вы даже не представляете сколько тимур отказывает девушкам операциях он даже больше больше не тебе это не надо иди нам короче вам бесполезно пытаться убедить меня в том что тимур какой-то плохой ну потому что были ну нет ну нет просто я походу преданный пациент тимура тянется моя золитка мой маленький спортсментик тянется моя булочка коряска моя классно нос красиво спасибо какие планы на день ничего не делать если после встречи человеком осадок на душе не общаемся уже случайно пересеклись как избавиться от этого чувства никак вы от него не избавитесь если это мужчина это так 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 если к тому же это мужчина и у вас что-то там ёкнула шоркнулась там ну значит у вас вам этот человек был дорог да там что-то значил значим для вас и поэтому просто у вас так сработал очень зато время 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 все лечь нет это женщина а женщина неприятный осадок до выписали подруга здравствуйте короче ну значит все то же самое значит человек был для вас дорог подруга пускай когда наращивал волосы как долго с ними ходила полтора месяца и все да не убеждаем мы тебя что он хороший все взрослые люди ну короче